Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники Европейской школы онкологии, я хочу представить мою презентацию в соответствии, которая называется «Разные подходы в диагностике лечения рака лёгких». Рак лёгких является одной из наиболее частых злокачественных заболеваний и является основной причиной практически всех смертностей, относящихся к раку. Общее количество заболеваний составляет 1,82 млн. 1,5 млн. всех случаев. Что касается морфологических изменений, классификация ВОЗ опухолей лёгких представлена как эпителиальные опухоли, которые включают в себя аденокарцинома, плоскоклеточную карцинома, нейроэндокринные опухоли и большоклеточную карциному, крупноклеточную карциному. Также имеются ещё и другие мизанхимальные опухоли, лимфогестоцистные опухоли, опухоли эктропического происхождения и другие метастатические. Наиболее частые случаи рака лёгких – это не мелкоклеточный рак лёгких, который составляет 85% всех случаев. Сейчас это генетически различные патоморфологические варианты и фенотипы. У нас имеются различные ситуации с мутацией ген. Что касается аденокарциномы, это прежде всего ИГСФ, АЛК, мутации тиразинкиназы. А что касается плоскоклеточной карциномы, это другие мутации. ИФГФ1 И также ИГФР Но не в таком процентном отношении, как в предшествующем случае. Эта диаграмма показывает, что что у нас имеются различные типы мутаций в случае аденокарциномы, поэтому нам необходимо по-разному лечить эти состояния в зависимости от морфологии фенотипа. Более чем 500 опухолей было исследовано. Было показано, что мутация обнаруживается в 52% образцов, 54%. И большинство мутаций, это мутации АЛК, ИГМФ, БИРАФ, ХЕРТ-2, МЕК, АКТ-1, ХЕРТ-2 и другие мутации. Но что я хочу показать вам и обратить ваше внимание на то, что в различных локализациях, географических локализациях, в различных расах существуют различные проценты мутации. Например, в Европе ИГФР в 9,5%, в США 7%. И в Восточной Азии большинство пациентов с аденокарциномой имеют эту мутацию ИГФР в 70,8%. Мы знаем этот факт, и мы знаем, что азиатские пациенты, у них превалирует, прежде всего, мутация в гене тирозинкиназа ингибитора. Что касается рака легких, если у нас имеется профиль АЛК положительный, мы разработали сейчас, имеем достаточно хорошее лечение для этих опухолей. Потому что все исследования демонстрируют, что этот препарат показывает замечательные результаты и хороший профиль эффективности. 60% пациентов и хорошие данные медианы прогрессирования и выживания, очень хорошие данные. Но у нас имеется еще второе поколение АЛК ингибитор тирозинкиназы, серотиниб и алектиниб. Это первые клинические исследования, и оба эти препарата показали замечательные результаты с очень высоким процентом медианы выживаемости. И алектиниб не очень богатый, но приблизительно 10,3 месяца наблюдения за этими пациентами даже лучше, чем если мы говорим о кризотенении. Очень многообещающий препарат для мутации АЛК в данном случае. Что касается других пациентов, я имею в виду ИГФР мутация, если у них имеется. Не получается поменять слайды. Существует очень много клинических исследований, которые сравнивают ИГФР тирозинкиназа ингибитора. ИГФР тирозинкиназа ингибитора. Это сравнительные исследования ИГФР тирозинкиназа ингибитора и химиотерапии, как первая линия терапии, если у нас имеется мутация ИГФР в немелкоклеточном раке легких. Все эти клинические исследования показали продолжительные результаты. И все они показали, что улучшение в плане выживаемости и прогрессии в сравнении с химиотерапевтической ветвью. Два последних исследования, это ЛАКС, ЛУКС-3 и ЛУКС-6, показали также улучшение общей выживаемости в данной категории пациентов. Прекрасные результаты были получены в этих двух исследованиях клинических последних, поскольку это было несколько другое исследование. Это ЛУКС-ЛАНГ-7. В этом исследовании исследовали АФИТИНИБ и ГЕФИТИНИБ, как первая линия терапии у пациентов GFR1 положительной 3B4 стадии, аденокарцинома легких. Это исследование показало улучшение результатов лечения с АФИТИНИБом. Это верхняя кривая. Показано было, что выживаемость без прогрессии, статистически убедительные результаты 0,73, и П-значение было 0,0165. И вот это ветвь с лечением АФИТИНИБа. Мы только недавно получили результаты, что АФИТИНИБ более эффективен, чем ГЕФИТИНИБ, если у нас имеется ГЕФР-мутация аденокарциномы. То же самое, такие же результаты мы получили в отношении общего ответа на лечение и длительность ответа. Очень интересный факт, что эффективность АФИТИНИБа у пациентов с метастазами в головной мозге или при заболевании лептоменингиально, но это не из этого исследования, другая популяция пациентов исследована, но мы видим, что 35% объективных ответов мы получили в отношении головного мозга, и 66% имели контроль над заболеванием. И время неудачи было 3,6 месяцев. Не было разницы в группе пациентов, у которых не было метастазов головного мозга, головной мозг в отношении эффективности АФИТИНИБа. Но если все-таки у пациентов имеется метастазов головного мозга, то это новая опция лечения. С помощью АФИТИНИБа, если ИГФР, положительная аденокарцинома легких. Также в комбинированной анализе ЛУКС-ЛАНГ-3 и 6 также было показано, что улучшение выживания без прогрессирования очень сильная, очень сложная категория пациентов с метастазами головного мозга показали замечательные результаты. Медиана в этом случае была намного лучше, чем в группе с химиотерапией. Эти пациентов, что касается графика химиотерапии, пематриксат с платином, паклитоксел с платиной, это вот как раз сравниваемые схемы лечения с АФИТИНИБом. Два еще вопроса были проанализированы. Первый вопрос о продолжительности после прогрессирования заболевания. Два ретроспективных анализа были, и один сравнительный анализ исследования АСПИРЭЙШИН АФИТИНИБ после прогрессирования заболевания. Период был продлен, и улучшенное время выживаемости без заболевания, без прогрессии. Здесь показаны результаты 11 месяцев. Положительные исследования. Это схема данного лечения. Это без прогрессии. Первое, здесь прогрессия, это критерии РЕСИСТ, и здесь продолжение АРТИНИБ, и опять прогрессия медиана выживаемости для этой группы 14 месяцев. И продленная терапия была только 11 месяцев. Это общая выживаемость данных пациентов, и это выживание без прогрессирования. Мы говорим о том, что такое лечение, лечение РЛТИНИБом обосновано. еще один вопрос, который был задан, возможность продолжения лечения вместе с химиотерапией. Я знаю, что мы обсуждали очень много раз. Может быть, лучше продолжать, если у нас имеется ТКИ плюс химиотерапия, то есть ингибиторы тирозинкиназа плюс терапия. Особенно вот в этом исследовании ИМПРЕСС показано, что мы не видим улучшения в отношении выживания без прогрессирования. Уровень ответа на лечение практически одинаковые цифры, одинаковый процент эффективности, одинаковая медиана выживаемости без прогрессирования немножечко, может быть, лучше в отношении общей продолжительности выживания. Также мы проводили анализ некоторых групп пациентов. Пациенты с мутацией Т790М негативные. Они оказались в чувствительности к продолжении лечения ТКИ плюс химиотерапия. Немножко лучше, но результаты статистически значимые, поскольку этот подход и рекомендации NCCN версия 3 2015 год показали, что в первой линии терапии для мутации положительной G и GFR, первая линия терапии лечения с ТКИ и ингибитора теразинкеназа и GFR. Если мы начинали терапию до обнаружения мутации, мы могли продолжить химиотерапию и 6 циклов, и затем R-латениб или препараты известные до прогрессирования. Затем, если у нас имеется асептоматическое прогрессирование, мы продолжаем R-латениб или афотениб. А здесь, если у нас имеется симптоматическая прогрессия, особенно если имеются метастазы в головной мозг или системные метастазы, если у нас имеется возможность провести местное лечение, то это возможно. Мы должны это сделать. Но если у нас есть множественное заболевание и ухудшение условий качества жизни пациента, тогда мы меняем терапию. Первая линия становится химиотерапия, которая рекомендуется для немутирующего немелкоклеточного рака легких. Есть другие механизмы устойчивости к первому поколению EGFR-TKI. Это в большинстве случаев мутирование 790M в 60% случаев, малоклеточный рак, амплификация МЭД, мелкоклеточная плюс МЭД, МЭД плюс T709, 790M. Но есть и другие возможности улучшить и повысить эффективность EGFR-TKI. И сейчас у нас есть новая возможность. Называется она AZD 90291-8R-TNIB с высокими показателями эффективности для категории пациентов с T790M плюс 61%. С Олмутенибом у нас уже 50% эффективности. Это лекарство было одобрено только в Корее, потому что в Корее были произведены отличные исследования с хорошими результатами. Росили тениб 53% и два других лекарства с высокой активностью были исследованы на малой выборке. Именно поэтому данные по ним пока отсутствуют. Но эти исследования будут проводиться. Вот вам все исследования по матенибам. Здесь вы видите дизайн исследования с хорошими результатами. Почему? Потому что вы можете доказать, что доказанный объективный результат составил 43%. Контроль над заболеванием наблюдался в 91% случаев. Это очень хорошее новое поколение лекарств. В независимости от того, что цена на них, конечно, тоже очень высокая, но их эффективность по отношению к устойчивой химиотерапии первой линии. Также мы здесь видим прогрессию медианы 3 по выживаемости на протяжении более 7 месяцев. Это очень хорошие показатели для пациентов, получающих предварительное лечение. Другие возможности – это антиагиенические агенты для лечения немелкоглеточного рака, легких второй линии. Здесь мы говорим о нинто-данибе плюс досатокселом по сравнению с плацебо плюс досатокселом. Досатоксел – это сравнимое плечо, потому что это лекарство для второй линии химиотерапии для пациентов с немелкоглеточным раком легких. Он используется как второе плечо во многих исследованиях. И здесь мы можем обратить внимание, вот, например, на это исследование. Здесь мы видим общую популяцию. Вот она указана здесь. Здесь по общей популяции мы не видим изменений по прогрессе в общей медиальной выживаемости, потому что это и была самая важная цель исследования. Значит, различия мы здесь не видим. А что касается гистологии аденокарциномы, здесь мы видим уже значительную разницу. И медиана по общей выживаемости здесь была 12.6 для новой схемы нинто-данибе плюс досатоксел и 10.3 для контрольного плеча. А что касается гистологии аденокарциномы, со временем начала первой линии терапии за менее чем 9 месяцев, мы видим хорошие результаты 10.9 по медиане общей выживаемости за период менее 9 месяцев для нинто-данибе плюс досатоксела. Здесь я бы говорила уже о втором поколении, второй линии лечения. Все они показывают хорошие результаты для аденокарциномы по сравнению с плацебо плюс досатокселом, но не для всех мелкоклеточных типов раклёгкого. Вы, возможно, знаете это новое лекарство, рамицирумаб, это новый мультитаргетинговый ингибитор с антиагиенической активностью, хорошо подходящий для желудочных карцином, а также и для карциномы лёгких. Здесь мы тоже видим два уровня исследования, рамицирумаб плюс досатоксел по сравнению с плацебо плюс досатокселом. Опять же, очевидное повышение уровня выживаемости, прошу прощения. Повышение уровня выживаемости в этом испытании также отчётливо наблюдалось. И рамицирумаб плюс досатоксел был одобрен для второй линии химиотерапии для больных с немилкоклеточным раком лёгкого. Иммуноонкология. В этом году мы, можно сказать, празднуем появление нового подхода для лечения твёрдых опухолей и других злокачественных образований, гематологических новообразований, потому что иммунотерапия – это новая, очень конкретная и очень эффективная метод лечения для такого вида опухолей и особенно для немилкоклеточного рака как средства второй линии. Здесь мы говорим о неволумабе. Здесь ингибит. Его результат общий по выживаемости был 51%. Это хороший результат. И также по истечении 12 месяцев наблюдения мы наблюдали прогрессию выживаемости по сравнению с общей выживаемостью, которые демонстрировали и та, и другая отличные результаты. А другое лекарство этой группы, относящийся к иммунотерапическим агентам, это пемпролизумаб. Для рака лёгких обследовался по двум графикам или по двум назначениям – 2 мг на килограмм и 10 мг на килограмм. И ДОЦИТАКСЕЛ был одобрен как терапия второй линии для больных с раком лёгким. Что мы здесь наблюдаем? Мы наблюдаем повышение показателей по этим двум схемам лечения. И вы видите здесь хорошие показатели, что даёт нам перспективу лечения не мелкоклеточного рака, лёгкого. Как вы уже могли заключить из презентации Елены Артамоновой, ситуация разнится по аденомокарциномии и плоскоклеточной карциномии. Что касается экспрессии PD-N1, здесь вы видите результаты более 50% по экспрессии PD-L1, но по плоскоклеточной карциномии показатели не зависят от этой эффективности. Но неволумаб был одобрен без обязательного обследования экспрессии PD-L1. Что касается пускоклеточной карциномы, мы не наблюдали столь же хороших результатов, как и у пациентов с аденомокарциномой, но здесь я позволю вам напомнить позволю себе напомнить что в прошлом мы пробовали биоцизумаб как первый антиогенический агент. Он был одобрен только для аденомокарциномы, но не для плоскоклеточной карциномы из-за его высокой токсичности как тромболитика и из-за других осложнений исследований биоказумаба остановились, но сейчас у нас есть напоклитоксел как основное основная химиотерапия, а для второй линии лечения у нас есть арлатинип, афатинемип, как для драйвера мутации мы используем амплификации FIGIFR1, мутации DDR2, амплификации PIK3 и мутации PIK3 и амплификации HR2. Сейчас по этим направлениям мы исследуем большое количество препаратов, потому что, например, FGIFR1 амплификация может быть эффективна для определенных типов рака, в том числе с мутирующим геном. Что касается FGIFR для тероксин кеназа, гифетинип продемонстрировала признаки активности во второй линии TX по SCC, эрлетинип продемонстрировала активности по линии лечения 2 и 3, эрлетинип также продемонстрировала эффективность для поддерживающей терапии также в SCC, и сейчас эрлетинип исследуется в рандомизированных исследованиях третьей ступени по сравнению с эрлетинипом во второй линии TX для карциномы. Вы посмотрите на это исследование LuxLang8, афатенип посторонне с эрлетинипом это рандомизированное исследование мы здесь видим медиальную прогрессию выживаемости 3 с отличными значениями π. Таким образом мы можем говорить об повышении объективного ответа его продолжительности и также мы наблюдаем повышение общей выживаемости. В этих сравнительных исследованиях наблюдались также повышение качества жизни по всем прогрессиям и по общему уровню выживаемости при использовании афатениба для плоскоклеточной карциномы легкого. Позвольте вам также напомнить что было проведено исследование с цитоксимабом исследование флекс опубликованное перкер и другими в ланцете номер 800 02 там же речь шла о другом исследовании похожее похоже на мононаклинальные антитела тоже для лечения плоскоклеточной карциномы в совокупности с платиновой химиотерапией который включался с платином и джемсотабина вот это исследование и его результаты здесь мы видим основная цель была повышение медианы общей выживаемости и как мы видим это повышение имело место в качестве антиагенного агента я вам уже говорила что в плоскоклеточной карциноме они не работают а для терапии второго линия с доцитамином оно работает хорошо мы также наблюдали хорошие результаты по общей выживаемости по сравнению с доцитоксеном плюс плацебо как вы здесь видите порог опасности 0 0 0 25 это необычно низкие результаты вот модифицированный алгоритм лечения немелкоклеточного рака легких просто посмотрите сколько у нас здесь появилось новых возможностей для лечения различных видов немелкоклеточного рака они включают все возможности которые я только что с вами обсудила у нас здесь также есть возможность включить наших пациентов в новые клинические исследования по различным типам мутаций сейчас такие исследования проводятся мы можем рассмотреть эту возможность возможно и вы будете использовать ее для своих потенциров в том числе я также хотела бы отметить на отметить другие типы опухоли легких здесь мы видим нейроэндокринный рак типичный и нетипичный карциноид это тоже очень интересный подвиды рака легких и лечение этих видов зависит от степени дифференциации этих видов рака включает типичный карциноид это низкая ступень атипичный карциноид средняя ступень крупноклеточная нейроэндокринная карцинома высокий уровень и мелкоклеточная карцинома высокий уровень подумайте об этих возможностях потому что здесь речь идет о дифференциации модифицированной терапии карциноидные опухоли легких соответствуют примерно одному шести процентам и 80-90 из них происходят в большом бронхозе обычно они являются агрессивными опухолями и часто переходят в метастазы на раннем этапе на раннем этапе прогрессии поражают бронхи уровень выживаемости напрямую зависит от их гистологической выявляемости и от типа опухоли например для типической карциномы уровень выживаемости выше всего а для мелкоклеточного рака легких мы наблюдаем очень плохие результаты на протяжении десятилетий вот вам классификация различные некрозы различные метастазы в лимфоузлы и различные отдаленные метастазы например для мелкоклеточного рака 67% метастазов это на время диагностики у нас более высокое состояние высокое количество метозов и некроза а это примеры это нейроэндокринная опухоль крупноклеточный рак и мелкоклеточный рак иммуногисты химическая классификация одинаковая очень высокий уровень киа 67% очень выраженные некрозы и очень большое количество метозов в клетках в данных опухолях а если мы говорим мелкоклеточного рака легких обычно ассоциируется с курениями имеется центральная локализация диссиминированный рак во время постановки диагноза ассоциирован очень агрессивный мы можем использовать стадирование это ограниченное заболевание когда опухоли опухоли сочетаются с одним гематораксом или ипсилатеральное заболевание в заболевании если это поздняя стадия это карбоплатиум или экстис платинум вторая возможность аринотектан карбоплатинум и профилактика это лучевая терапия головного мозга если заболевание ограничено мы используем химиотерапию кемотерапию лучевую терапию также мы используем профилактические лучевую терапию головного мозга я хочу еще раз подчеркнуть если у вас имеется диссеминированное заболевание и если вы достигаете стабилизацию после химиотерапии или частичную или полный ответ каждый раз пожалуйста для каждого пациента используйте профилактическое облучение головного мозга поскольку это может улучшить общую выживаемость ваших пациентов как если вторая линия химиотерапии используется мы можем использовать вот такой график СИЭЙВИ схема ВИНКРИНСИН ДОКСИРУБИЦИН или ТОПАТАК или АМПРОМИЦИН что я хочу еще сказать мелкоклеточный рак легких требует нового подхода очень много клинических исследований было проведено много исследований сделано все возможности были исследования что касается данного типа легких без какого-либо успеха в течение многих многих лет у нас та же медиана выживаемости вы видите нехорошие результаты двухлетняя выживаемость пятилетняя выживаемость и может быть вот этот новый подход с иммунотерапией изменит эту ситуацию поскольку сейчас у нас проводится исследование неванак плюс ипель умап и новый препарат и предварительные результаты которые сейчас получены очень неплохой ответ может быть это наше ближайшее будущее какие другие еще у нас имеются возможности нейроидокрин и опухоли легких прежде всего это стадирование для мелкоклеточного рака легких ТНМ мы знаем что клинический секреторный синдром может возникать с включением в данном случае с извлечением бронков используется саматостатина налог саматостатина эверолимус и синитонип синитонип также был одобрен для для нейроидокринных опухолей поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта для других системного для другого системного лечения исследуется новый аналог саматостатина рецепторов мы исследуем также экспрессию саматостатинов рецептора прежде всего в опухоли поскольку аналог саматостатина должен иметь экспрессию тип 2 и тип 5 с андостатиновыми рецепторами для лечения крупноклеточной нейроэндокринной опухоли это такой же подход как и при лечении мелкоклеточного рака легких но иногда мы рассматриваем возможность применения пиметриксина если у нас имеется крупноклеточный рак легких это как раз проводится исследователем скотлеотти исследуется не мелкоклеточный рак легких плюс не нейроэндокринный а крупноклеточный рак легких пиметриксик плюс плотина хорошая эффективность будущее я думаю за иммунотерапии но тем не менее у нас имеется большая возможность серьезная возможность здесь улучшение продолжительности выживания с третьим поколением ингибиторов стирозин киназы связанные с геном EGFA и какие у нас последние результаты были опубликованы в журнале иммуно-онкология можно достичь достаточно быстрое и хорошее улучшение состояния этих пациентов в ближайшем будущем а и а а Продолжение следует...